Доброе утро! Уже завтра, 15 сентября, в Театре оперы и балета открывается сезон премьерой спектакля «Пассажирка». Новый спектакль станет кульминацией нового масштабного международного «Друзья» проекта. Да, международный он, потому что в качестве режиссера-постановщика выступил американский режиссер Тадеуш Штрасбергер, который уже ставил в этом же оперном нашем театре оперу «Сатья Граха». Вот такая индийская там была такая тема. За день до премьеры мы пригласили актеров, которые, конечно же, нервничают, которые уже переживают перед этой премьерой. Итак, Надежда Бабинцева и Владимир Чеберяк у нас в студии. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Вот премьера уже завтра. Мне всегда было интересно, что происходит в театре за день до премьеры. Все носятся, бегают, как перед Новым годом. Или все готово и все спокойно. Все уже готово, все уже спокойно. Все выверяют последние шаги, проверяют костюмы. Пуговички. Отглашивание. Да-да-да. Последние штрихи. Последняя репетиция без остановок. Расскажите, сколько вы готовили эту премьеру? Ведь было лето. Все в отпусках, не хочется совершенно работать, а вы и шачили, так сказать. Сколько вы готовились? Ну, постановка началась в июле месяце. То есть мы вышли с отпуска 29 числа и начали работать. А учить мы начали уже, наверное, с полгода точно назад. Ну, это вот Польск. Это, естественно, про Польшу, про Освенцим. Есть там что-то на польском? Приходилось ли вам, может быть, учить даже этот язык? Нет. Нет, у нас идет это в топорус. Все-таки перевод. Так вот, Дима обратился к сюжету уже спектакля. Давайте напомним нашим зрителям. Значит, дело происходит спустя 15 лет после Второй мировой, да? И это действие на корабле, который плывет в Бразилию. Что там происходит? Скажите. Нужно вспомнить. Мой персонаж Лиза замужем за Вальтером. Вальтер узнает. Он дипломат. Так, так. И на этом корабле я встречаю женщину, которая напоминает мне события 15-летней давности войны. И оказывается, что я была надзирательницей в Освенциме. Муж об этом не знал. И у меня паника. А вы встретили как бы арестантку, да? Да. Ту женщину, которая содержалась в лагере Освенцим. Да. Разреши, я продолжу. Да. И на корабле, вот вы спросили, что происходит. На отзирательнице признается мне, значит... Мужу, да? Да, мужу. В том, что с ней случилось в годы войны. А он дипломат учил свои дела. Это же для него, для карьеры, это просто ужас. А, что? Если вдруг это выплывет наружу. Мало того, все равно все эти люди подвергались, ну, наверное, осуждению. Ну, судили же всех. Ну, конечно. Она ведь как-то этого избегла. Да. Ну, она не рассказала. Ну, это страх, паника. В нашем случае страх и паника. Есть, ну, кстати, такой голливудский фильм «Скейт Уинслет». Там тоже очень похожий сюжет, что она тоже избежала, значит, суда. И потом она встречает арестантку. Расскажите, каково вообще работать с таким действительно очень сложным материалом? Потому что это не просто спектакль про войну, да? Это спектакль именно про события, которые происходили в концлагере. Как вы погружались в эту тему? Ну, для нас, наверное, вообще, в принципе, это трудно. И когда бралась, по крайней мере, я за роль, было, не хотелось сделать, вернее, надо было уйти от, для русских это же фашист, это в любом случае враг. Мне надо было все равно более многогранно подойти к этому вопросу, потому что сделать однозначно отрицательный герой, это неинтересно, не нужно. У каждого человека есть своя правда. Вот, кстати, мы фотографии, когда смотрели с репетицией, что декорации поражают буквально. Вам удалось прочувствовать себя, не знаю, как в настоящую эпоху, тогда, полвека назад? Ну да, наверное. Может быть, от того, что мы были как бы по ту сторону добра и зла, да? Мы со стороны зла, поэтому я ходила между этих печей, они меня-то не касались. И я себя, наверное, это не выпустила, не спустила. Думаю, что актрисы, которые играли роли заключенных, потому что здесь в основном костяк женский, я так думаю, им приходилось на нарах, и это совсем другое. Просто у меня, когда вот я между ними иду, тут убитые печи, страх вот этот, они на меня смотрят, поверьте, ужасно. Энергия ужасная. Я был как раз как-то, ну, на экскурсии в этом лагере был, в Освенциме, ну, впечатление, конечно же, естественно, жутковатое, но действительно не так там жутко, как я ожидал. То есть там светило солнце, была прекрасная погода, и все-таки, чтобы погрузиться в это, нужно, наверное, очень-очень сильно много про это знать и как-то специально окунаться в этот мир. Ну, вот я про что хотел у вас спросить. Материал совсем не оперный, ну, совсем не оперный, мне кажется. То есть это материал для драматического спектакля. Кстати, вы же начинали как драматический спектакль, то есть вот была читка сделана весной этого года, сейчас это опера. Каково работать с таким материалом? Совсем не оперный. Владимир. Впервые пришлось работать как в кино, как актера кино. То есть у нас огромная сцена вот с Надеждой, и нам буквально приходится работать как в кино, действительно. То есть каждая мелочь, каждая... В опере для нас, оперных солистов, это не очень привычно. Нет арий, нет ариоза, и нам приходится общаться буквально каждую секунду. То есть основной упор был на актерскую, конечно, игру. Вот, и у нас огромная сцена, мы в замкнутом пространстве, в этой каюте. Вот в этом сложность этого, конечно, современная музыка без каких-то арий и всяких. О, вот, ну, кстати, всегда, когда смотришь оперу, простите, пожалуйста, мало что понятно, даже иногда бывает же, что пишут текст, потому что перевод с оперного языка на нормальный язык человеческий, да, там нам будет все понятно из того, что вы говорите. Вы же это все поете, а иногда все непонятно. Ну, мы надеемся. Перевод обычно титры. В опере есть только, когда мы поем на языке оригинала. То есть опера пишется композитором на правильном языке. Мы поем по-французски, по-итальянски, по-немецки, тогда есть титры. В этот раз есть и на русском. Да, есть, будут титры, но по большому счету, не знаю, вот приходят у нас послушать репетиции, вот сейчас последние, уже отсматривают наши коллеги, которые из других цехов, приходят наши родственники немножко посмотреть, понимают текст. Ой, хорошо. А еще мы знаем, что первое, что увидит зритель на спектакле, это занавес, но он необычный, нестандартный, не классический оперный. А что в нем удивительного? Ну, режиссер сказал, что он сфотографировал стену, ту, которую видели, то, что видели люди, идущие в газовую камеру, последние. Последние. Вот мы сейчас видим, да, действительно, это, то есть такая стена ободранная, и это реальная стена из концентрационного лагеря Ас-Венцин. Ой, серьезная какая тема. Очень захотелось посмотреть, что из этого. Я думаю, в жизни нашего города, в жизни нашего театра, естественно, и вообще России, потому что такой оперы, мы очень рады, что это... Это первые постановка театральная у нас в России, да. То есть это спектакль... События вообще... Это и события, я так думаю, что это очень актуально в наше время, потому что, ну, забывать об этом нельзя, потому что... Надежда, Владимир, мы от души вам желаем успеха, и чтобы премьера у вас прошла отлично, и чтобы зритель прослезился. Все понял, да, и погрузились в эту тему. Спасибо вам огромное за то, что пришли друзья. У нас в гостях были солисты оперного театра Надежда Бабинцева и Владимир Чебиряк. Всех приглашаем на премьеру уже завтра, 15 сентября, пассажирка в оперном театре. Да, через пару минут мы вернемся в эту студию. Оставайтесь с нами. Субтитры сделал DimaTorzok